В нашей программе мы не ностальгируем по давно прошедшим временам, а лишь пытаемся понять, какой опыт Советского Союза можно применить в современной России. Здравствуйте! В эфире ТВ-кома программа «Рожденный в СССР» и я ее ведущий Игорь Бабков. Игорь Александрович, но только-только отгремела сессия Народного хурала, очередная в конце февраля, как вдруг еще одна сессия. Что рассматривали, зачем собрались на внеочередной сессии, вообще зачем они проводятся внеочередной? Какие такие вопросы должны подниматься, что приходится даже собирать депутатов в неустановленный день? Поступила федеральная законодательная инициатива на закон, в частности, об отзыве на проект федерального закона о государственной социальной помощи. Проще говоря, у нас есть 37 с лишним тысяч наших пенсионеров, которые получают социальную пенсию, та, которая ниже прожиточного минимума, ниже чем 8 846 рублей. И, соответственно, из федерального бюджета доплачивается определенная финансовая сумма, которая должна быть не меньше чем 8 846 рублей. Соответственно, эта минимальная пенсия должна составлять не ниже чем 8 846 рублей. И если она составляет ниже, то будет производиться доплата с федерального бюджета. Конечно, это все последствия небезызвестного закона, который продлил пенсионный возраст. То есть мужчины 65, женщины 60. И если кто-то не знает, то, естественно, на один год подобной пенсионной реформы, отсрочка на один год экономит федеральному бюджету, вдумайтесь в эту цифру, 500 миллиардов рублей, то есть полтриллиона. И, Александр, это понятно. Зачем вы собирались? Непонятно. Что вы это делили? Какие миллионы? Я пытаюсь объяснить суть. Никакие миллионы мы не делили, потому что это федеральный закон, и субъект Российской Федерации обязан предоставить отзыв. То есть принимает он его, согласовывает он его для того, чтобы субъекты получили эту федеральную инициативу, соответственно, ее приняли или, может быть, даже не приняли, но такого, безусловно, не бывает. И чтобы этот закон получил одобрение во всех регионах и начал работать. Ну, понятно. Да, поэтому сумма будет составлять в целом по Российской Федерации порядка 19 миллиардов рублей. То есть те деньги, которые пойдут на доплату пенсионерам, которые не заработали, ну, не получают... Неработающим пенсионерам, те, которые получают пенсионное пособие, меньше чем 8 846 рублей. Эта сумма будет составлять, если быть точнее, в 2019 году 18,8 миллиарда рублей, в 2020 году 20 миллиардов рублей, в 2021 году 19,6 миллиардов рублей, почему-то поменьше. И для этого вы собирались? Для этого мы собирались, для этого мы собрались, для этого рассмотрели один единственный вопрос, согласовали его... И разошлись. И разошлись. Сессия шла меньше часа. Но, тем не менее, все равно это наш депутатский долг, это наша обязанность реагировать, в том числе, на любую федеральную инициативу. Давайте, может быть, посплетничаем. Давайте. Все посетили сессию или были прогульщики? Ну, в отношении, кто был прогульщиками, я не знаю. У меня не настолько наметанный взгляд, чтобы четко распознать, имеется ли 66 депутатов. Но, тем не менее, если смотреть по списку зарегистрированных, было, безусловно, поменьше, чем 66 депутатов. Но пофамильно, конечно, я не помню. Но, тем не менее, я на сессии был. Вот я бы все-таки рассмотрел еще один из вопросов, который также относится к нашим вопросам, связанных с обсуждением разного рода пенсий. Не хотите, Игорь Александрович, сплетитесь дальше, а я хотела спросить вас, может быть, про костюмы, про рубашки, про галстуки, а вы про пенсии и все. Что про... Вы полагаете так, что нашим телезрителям и радиослушателям будет интересно слушать про галстуки, про рубашки, или это вы все-таки в преддверии 8 марта? Да, настроение совсем нерабочее. Ну, давайте, я все-таки пошутила, поговорим о пенсиях, действительно, о том, о чем вы хотели говорить. Я все-таки хотел поговорить о разного рода высказываниях. Высказываниях разного рода жен экс-депутатов Государственной Думы, работников госкорпораций, работников Газпрома, депутатов Облдум. Вот я просто поражаюсь, и я этот вопрос уже неоднократно обсуждал, в частности, мы его в программе КПП обсудили. Но я просто не удержался, чтобы не затронуть этот вопрос в программе, рожденной в СССР, и, естественно, довести до вас, уважаемые телезрители, которые смотрят нашу программу, которые мне после этого всего звонят, после этого мне пишут, одобряют или не одобряют ту или иную точку зрения. Поэтому довожу до вашего сведения, что распоясались разного рода женушки экс-депутатов Государственной Думы, они привыкли уже, знаете, уже обзывать наше рядовое население, гражданское население нашей страны. Кто-то обзывает с катабазой, простите за столь нелестный жаргон, кто-то обзывает нищебродами, кто-то уже, ну, то, что обзывают быдлом нас и наше население вместе с вами, это уже ни для кого не секрет. Но здесь вот еще один гражданин, работник Газпрома, депутат Волгоградского Балдумы, работает в фирме «Газпром Трансгаз». Вот все они, конечно, все почему-то присосались к Газпрому, все почему-то присасываются к газовым деньгам, к нефтяным деньгам, соответственно, получают деньги большие из бюджета. Сложно назвать, безусловно, это заработной платой, но они позволяют себе, и вот он назвал всех, кто получает пенсию небольшую, а в частности, он большей частью имел в виду социальных пенсионеров, и начал говорить о том, что вот на его предприятии граждане получают пенсию, которые работали в его предприятии, 20-25 тысяч рублей, а кто-то не заработал себе и 8 тысяч. Так вот, меня покоробили эти слова. Сегодня ни один пенсионер, который выходит на свой заслуженный отпуск, 25 на свой заслуженный отдых, не получает пенсии больше, чем 10 тысяч рублей, если он, конечно, не выходит на пенсию из правоохранительных органов, средов прокуратуры или каких-то других спецучреждений. Нужно понимать просто, что это меньшая часть нашего населения, и вот мне кажется, когда люди вот с теми большими газовыми зарплатами немножко отрываются от реальности, да, от земли, и вот в их мире, видимо, нет людей бедных, нет инвалидов, нет людей, кто болеет, нет тех, кто живут в нищете, им кажется, что вокруг все как бы неплохо, да, по всей видимости. Я знаю, что депутат сказал, что те, кто получают социальную пенсию, те просто тунеядцы и алкоголики, поэтому они заработали на пенсию. А он, значит, заработал, да. Работая топ-менеджером, работая руководителем этой компании, которая качает из наших недр, из наших богатств нефть и газ, он, значит, заработал себе и пенсию, заработал себе баснословную зарплату. Конечно, очень сейчас обидно за учителей, за воспитателей, за медиков, в том числе медсестер, санитарок, да, дворников, уборщиц, которых охранников, которых огромное количество в стране, но которые вдруг оказались алкоголиками, ньяцами. Да, конечно, в стране существует колоссальная социальная несправедливость. Есть, естественно, все, кто присосался к бюджету или к нефтяным или газовым деньгам, такие, как Карашуков, такие, как вот этот депутат Волгоградской облдумы, который позволяет себе подобное высказывание, они, конечно, получают в кавычках свою так называемую, у меня даже язык не поворачивается, зарплата это или это просто какая-то завуалированная коррупция, в конце концов. Поэтому, конечно, этим мы отличаемся от времен Советского Союза, когда было, пусть даже примитивное, но равноправие, когда директор завода и обычный рядовой работник этого завода могли получать одинаковую зарплату. По сути дела были в одинаковых правах, а сейчас, конечно, полное бесправие. Еще в любом случае, вот я хочу обратить ваше внимание, нам сейчас поступают федеральные законы, если даже смотреть пояснительную записку того самого небезызвестного федерального закона о государственной социальной помощи, то здесь даже уже вот сами федеральные власти уже констатируют, что принятие подобного закона будет являться одной из мер социальной помощи, направленных на борьбу с бедностью такой социально незащищенной категории граждан, как неработающие пенсионеры. А у нас еще есть работающие пенсионеры, тем более таких пенсионеров у нас тоже много. Большинство, безусловно. Просто ты не можешь себе позволить сегодня уйти на пенсию и не работать. Если вышел на заслуженный отдых, конечно, нужно отдыхать, нужно максимум уделить время и внимание своим детям, своим внукам, своим правнукам. Александр, время подходит к концу, и все-таки давайте закончим нашу программу на позитивной ноте. На позитивной ноте это на какой? Поздравим наших дорогих женщин. Да, безусловно, конечно, давайте закончим нашу программу на позитивной волне. И я поздравляю с Международным женским днем всю нашу лучшую половину нашего земного шара. Ну, земного шара, конечно, много. Остановлюсь все-таки на нашей республике Бурятия. И поздравляю вас, дорогие женщины, с этим весенним праздником. Разрешите поздравить вас, пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья, успехов, благополучия, безусловно, конечно, терпимости. Берегите себя, берегите своих близких, потому что вы необходимы. Вы хранительница семейного очага, и за вами, конечно, мужчины чувствуют себя намного сильнее и крепче. Счастья вам, здоровья, всего вам самого наилучшего. До следующей встречи в нашей программе «Рожденный в СССР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова